Добрый день, уважаемые слушатели канала Сангейтс. Мы на пороге так называемого Старого Нового Года. Это второй праздник, который идет в череде празднований Новых Годов. Следующий Новый Год по китайскому Комендарю Год Дракона, и он наступит 10 февраля. Далее за ним 20 марта это Новолетие, Новый Год по-славянски, такой он темный лось, и за ним идет 9 апреля лунный Новый Год. Мы с детства привыкли, что Новый Год это время волшебства. К сожалению, теперь мы выросли и понимаем, что любые чудеса создаем сами, своими руками, но пусть и в этот раз магия Нового Года все же сработает, и в нашей жизни случится что-то волшебное. Пусть находятся силы на важные проекты, пусть все самым чудесным образом складывается хорошо, и пусть от каждого буквально не отлипает удача, как и тот снежок, который в части регионов лежит. Я думаю, что мы этого заслуживаем. По Старым Новым Годам. Ну, теперь я хочу сказать, что главная тема года этого я записывала до Нового Года про 2024 год, и хочу расширить эту тему, потому что мы уже начали год. Мы его, в принципе, энергию года почувствовали, подходя к нему. И многие, уже зайдя в этот год, где над ней прожили, увидели, что идут некие взаимодействия, несмотря на то, что были праздники, да, у нас вот даже висит в воздухе вибрация другая, она совсем другая. И тема этого года – все отрегулировать, урегулировать, уравновесить, все по аркану правосудия. И как можно это сделать с точки зрения связки ума, сознания и в нашей теневой части подсознания, да, то есть соединить сознание, наш ум, наши реакции с подсознанием, да, все это сделать хорошо в медитации. Поэтому в следующих эфирах я буду говорить о продолжении предложений, да, продолжении нашего курса «Сакральный талисман года» и предложении, которое сформировалось в нашей группе, о том, чтобы мы создали клуб, где можно изучать разные энергетические системы практики. И каждый месяц они будут свои, будет 4 занятия, ну, час, может быть, чуть больше, раз в неделю. И также из планов по эфирам позже запишу прогноз по урокам февраля для всех людей согласно месяцу его рождения. Что касается клуба, оформлю все это в тексте, сформирую тоже и разошлю информацию эту. А сегодня дам обзор общих энергий по месяцам года. Данные энергии будут создавать некое ум и настроение и призывать к определенной деятельности. И чтобы снастроиться с каждым из месяцев, я предлагаю необычный подход, предлагаю мелодию месяца выбрать, которая прекрасно отображает новую вещьку месяца. Вы можете эту мелодию найти, скачать себе на телефон, на заставку, чтобы быть в потоке и теме данного месяца. Придет следующий месяц, скачают другую мелодию. Объясню, почему так важна музыка. Существует 7 вещей, которые влияют на нашу частоту вибрации. Вибрация в квантовой физике означает, что есть энергия. Она вокруг нас. И мы яркие существа на определенных частотах, вибрирующие. И каждая вибрация эквивалентна ощущению. Любое чувство заставляет нас транслировать вибрацию, которая может быть соответствована этому ощущению. И перечислю. Первое из 7 вещей – это мысли. Каждая мысль излучает частоту во Вселенной. И эта частота возвращается к началу. Поэтому в случае, когда у нас негативные мысли, уныние, гнев, страх – все это возвращается к нам. Как говорится, зеркало через других людей мы увидим в своей жизни. Вот поэтому важно заботиться о качестве своих мыслей и научиться воспитывать больше позитивных мыслей, чтобы они у нас транслировались. И мы сами себя подтягивали иногда, как в Мюнхгаузе. Волосы вытащили себя однажды в истории. Так, второе – это компания. Это люди вокруг нас. И они напрямую влияют на нашу частоту вибрации. Если окружать себя счастливыми, позитивными, целеустремленными людьми, то в эту вибрацию мы тоже входим. Теперь, если вы окружаете себя, например, или так сложилось, или вы просто повторяете одни и те же события, когда люди жалующиеся, которые там сплетничают, пессимисты, то будьте осторожны. Потому что они тоже могут снизить вашу частоту вибрации и помешать вам использовать закон притяжения в вашу пользу. Третье – музыка. Вот про музыку я как раз и подготовила по месяцам. Но вот что такое музыка вообще в нашей жизни? Музыка очень сильна. Если слушаешь только музыку, которая говорит о каких-то… Пессимистическая музыка, о предательстве, оброшенности и так далее, то это тоже будет мешать. Мы будем представлять себя вот на, скажем так, этом месте, да, этого героя, о котором поется. И слова музыки, которые мы слушаем, тоже могут снижать вибрации. То есть мы притягиваем в жизнь именно то, что чувствуем. Мы погрузились в эту эмоцию, мы сонастроились, мы отдали часть энергии туда. Дальше. Четвертое. То, на что смотришь. То есть когда мы смотрим программы, которые занимаются вот этими негативными, да, новостями, что-то транслирует нам, ну, такое, что нам не нравится, но мы, скажем так, кто телевизор смотрит, да, вот так перелистывают каналы, и там одно и то же примерно, и здесь одно и то же примерно, и вот так и останавливаетесь на чем-то, на том, что влияет на частотые вибрации не самым лучшим образом. Поэтому, ну, лучше взять, наверное, книгу, да, и включить ту подборку, которая вас вдохновляет. Ну, вообще, комедия, на самом деле, да, это лучшее, что можно придумать, наверное, для того, чтобы, ну, кроме того, что там концерты различного рода, классика, это, конечно, вне всех приоритетов, это, что называется, на века, да. Дальше, не пятое, это атмосфера, будь то дома, на работе, где мы много проводим времени, и если эта обстановка, ну, и ментально грязная, и физически грязная, то она тоже влияет на нашу частоту вибрации, поэтому то, что нас окружает, мы должны организовать, очистить эту вот обстановку, да, это пространство, и тогда мы способны получать от Вселенной боли, большее. Шестое – это слово, и если кто-то утверждает, говорит неправильно о вещах о людях, это тоже влияет на нашу частоту вибрации, поэтому важно избавляться от привычки жаловаться, плохо говорить о других людях, да, вот говорится, что если мы там говорим плохо, то мы отдаем через эти слова свой финансовый достаток, мы просто делимся, мы отдаем этому человеку, о котором говорим. Так что вот эти вот драмы все, да, и так далее, мы все это оставляем за рамками. Ну и седьмое – это благодарность. Благодарность положительно влияет на частоту вибрации, это привычка, которую надо интегрировать в свою жизнь, особенно в новом году, когда все в баланс приводим, да, мы получили, мы должны поблагодарить, и за все благодарим, да, и за хорошее, естественно, и за то, что вроде бы считается плохим. На самом деле это все уроки, которые нам преподносит жизнь, согласно наших циклов, нашей даты рождения, согласно нашей эволюционной ступени развития и так далее. Итак, значит, по месяцам. Январь. Вот для января подходит мелодия Джеймса Ласта «Одинокий пастух». Для февраля – «Вивальди» четыре сезона времена года. Для марта – «Аромат женщины» – это танго из кинофильма. Для апреля – это мелодия «Валя дождя» Шопена. Для мая – Александр Зацепин написал когда-то песню, которая стала абсолютным хитом на все времена, да, есть только ник, очень хорошо подходит здесь, потому что тринадцатый аркан мая будет транслировать, да, создавать умонастроение такое, да, эти изменения, эти неожиданные порой изменения, да, рисковать здесь особенно не надо. Почему такая песня, да, подобрана сюда? Потому что всякий раз, нажимая на педаль газа на трассе, рискованно обгоняя, вы, ну, будете вспоминать, что все-таки в мае с энергией, которая создает, повторяю, умонастроение для всех, для нас, это общая, да, вот такая пока тема на сегодня для всех, это, то есть погода наша буквально, да, вот мы выходим на улицу, и вот такая погода на улице, тринадцатый аркан для всех. Для каждого там будет свое, но общая погода такая. Тринадцатая энергия – это трансформация, это резкие изменения, это или нет никаких движений, или движения такие, что утром было одно, но к обеду это уже совершенно другое. Поэтому надо быть аккуратным абсолютно, и вот эта мелодия, она будет напоминать о том, что семь раз отрежь, семь раз в мере, один раз отрежь. Дальше, июнь, здесь «Земля цветов», Евгений Мартынов пел когда-то песню, удивительная песня, красивейшая песня, ну, энергия четырнадцатого аркана, да, здесь и это абсолютная красота, ангелическая энергия гармонии, искусство называется, да, архетип этого аркана Таро, это выезды на природу, к водоемам, к рекам, к озерам, к водопадам, наслаждения, запитка энергии в местах силы, и все сюда, да. Дальше, июль, пятнадцатая энергия, лунная соната Бетховена, она просто ложится как нельзя лучше, сюда, и это страсти, это, ну, в хорошем смысле, безучесть такая, что на лету из воздуха происходит, ну, исполнение нашего желания, если мы правильно желаем, а по восьмерочке, да, в этом году мы желать должны правильно, кармическая энергия, поэтому вот лунная соната, как чистейшего, абсолютно чистейших вибраций произведения, оно будет наш пятнадцатый, стабилизировать общий наш пятнадцатый, общую погоду, да, по миру, стабилизировать и направлять в нужные, в нужные вибрации, в нужное русло. Дальше для августа я порекомендовала бы поставить Яко Йолу, подберу музыку, шестнадцатая энергия, август, я вижу, что он очень будет насыщенный, это двойная карма, то есть вот есть и восьмерочка, кармическая энергия, погода, а здесь восьмерочка и еще восьмерочка, да, август, восьмой месяц, получается шестнадцатая энергия, разрушение, сложная энергия, если ее, опять же таки, не понимать правильно, если направлять ее в другое русло, на разрушение, которое провоцирует что-то там, вот катаклизмы и прочее, прочее, да, но если принять эту энергию, понимая, заходя в август, да, мы понимаем, что будет погода шестнадцатого, то мы взаимодействуя с этой энергией, да, настраиваемся на то, чтобы, например, заняться ремонтом дома, вот идеальное согласование, гармонизация этой энергии, это что-то построить, что-то переделать, какой-то ремонт, организовать у себя дома, то есть чтобы умилостивить, да, два Сатурна, вступить во взаимодействие с Сатурном, в правильное взаимодействие. Так, ну, сентябрь здесь у нас семнадцатая энергия, и я рекомендую энергию «Алмаз», песенка «Алмаз» Алиса Монпела, ну, идеально подходит, да, это блеск, это красота, это яркость, это артистизм, это творчество в лучшем виде, это изучение наук, астрология, нумерология и так далее, вот все сюда, ну, и красота, это шеет блеск. Дальше, в октябре рекомендую поставить Шоберта «Вечерняя сирена», да, восемнадцатая энергия, ну, восемнадцатая энергия у нас это архетип Луна, это тайны, это молекулярная кухня, так называемая, когда очень вкусно готовят, например, если внутри семьи, да, речь идет, если у мамы восемнадцатая, то она просто прекрасная хозяйка, которая умеет создать уют, которая укрой теплым пледом и так далее, и вот эта вечерняя сиренада Шоберта, она прямо ложится на эту восемнадцатую энергию, очень хорошо ее отображает, показывает, что такое вообще, это, во-первых, вечер, это блеск Луны, это красивая романтическая обстановка, если это молодая пара, ну, даже не молодая пара, которая там поехала в какое-то путешествие, потому что все-таки октябрь, десяточка, колесо фортуны, да, и путешествие может быть вполне, вот, но не уходить в страхи, поэтому рекомендую настраиваться на как раз-таки чистую абсолютно музыку, которая наши вибрации поднимает. Ну, ноябрь здесь, я бы сказала, что хорошо подойдет Чуковского времена года, именно ноябрь, да, то есть тут совпадение абсолютное. Девятнадцатая энергия, яркости, харизмы, желаний, важно светить, важно хотеть и важно добиваться. Получаться будет многое, но тоже острая, энергия такая, руководителей, поэтому можно подготовиться, есть время подготовиться, вот скажем так, в октябре, да, настроиться на то, чтобы луна открыла свет, открыла дорогу к тому, чтобы проявиться максимально в ноябре. Ну, и декабрь с двадцатой энергии, здесь я рекомендовала бы песню, да, мелодию Высоцкого, лирическая, да, песня, очень красивая песня, и здесь про род, да, двадцатая энергия, это все, что роды касается, семьи, это как раз-таки наша подготовка, завершение года, подготовка к Новому году, к праздникам, покупка подарков, то есть вот родовая энергия прямо вся сюда, и вот эта лирическая мелодия нам будет настраивать на нужный лад. Ну, я в январе энергии не назвала, да, до, как я с мая начала называть, ну, в январе скажу, когда девяточка, да, одинокий постов, девятый аркан, дальше февраль, это, ну, январь такой у нас немножко медленный, да, такой немножко спящий, немножко мы в себя ушли, февраль будет уже некая подвижность определенная, какие-то финансовые вопросы, да, могут быть, поэтому здесь времена будут в ливане, то есть все меняется, на картинке десятого аркана Таро мы видим четыре стихи, да, вот четыре равных состояния, поэтому именно года, ну, марта, одиннадцатая энергия, роман «Женщины и танго», это такая сексуальность, восьмое марта, да, это проявление, когда мы снимаем, вот где лежит снежок прекрасный, чистый, ну, в марте мы уже снимаем, меняем свои шубы, да, теплые одежды на легкие пальто, мы уже можем себе позволить какие-то интересные образы, шарфики и так далее, так далее, так, ну, и в апреле вот 12-я энергия, где я сказала, что в инваде дождя, да, то тут немножечко такое настроение позависать, будет немножко как-то притормозить, да, подумать, поразмышлять, помедитировать перед маем, который будет 13-я, про которую я уже говорила, так, ну, собственно, здесь все, теперь, что я хочу сказать, значит, сейчас я также дам характеристику энергии, так называемого, знаете, билетика экзаменационного, да, или экзамена года, согласно году рождения, который нам придется сдавать в конце года, вот я сказала, что мы, да, подойдем в декабре по 20-й энергии, все вот это вот сознание наше будет вот об этом, и это общая погода будет, но у каждого из нас по году рождения будет свой экзамен, то есть внутри вот этой вот эгрегориальной 20-й энергии, это будет не только родовая, естественно, да, это энергия коллективов, там, где мы находимся, но придя на этот экзамен, мы будем тянуть билетик, и здесь важно, чтобы вот эта вот наша восьмерка по этому году рождения, да, вот я покажу, где картинки разных, характеризующих наш этот год, и они о том, что, ну вот, если посмотреть на левую, то здесь сидит дама между двух столбов, и эти два столба, они обозначают как раз, много что обозначают на самом деле, ну, скажем так, сознание-подсознание, тёмная-светлая сторона, правильно-неправильно, женско-мужское, ну, и много аналогий других, да, то есть, а дама, она сидит у равновешивания, она сидит за этим порядком, чтобы было всё правильно, чтобы было всё гармонично, и если что-то не так, она вот этим мечом отсекает всё, что мешает вот этой вот вселенской гармонии, и вторая картинка, как обозначающая, этот год, это вот как раз-таки очень хорошо показано, абсолютно социальное учреждение, может быть, суд, да, или какие-то будут органы, которые в этом году, вот, правосудие наверху нарисовано, да, будут очень сильно влиять на всех нас, то есть, мы будем ходить, оформлять какие-то бумаги, документы, это будет касаться любого уровня социума, когда будут подписываться абсолютно судьбоносные законы, приниматься, да, решения, и после вот этой вот быстрой колесницы 2023 года, когда запряг, не запряг свою машину, нанил, не нанил бензина порой, да, человек, у него много целей, у него высокая самооценка, ну, у кого-то может быть там, чересчур, да, мы знаем, и вот просто сел и погнал лошадей вперед, выбранный выбрал дорогу в предыдущем году, да, когда там шестерочка была выбора, выбрал правильную скорость, не выбрал, навигатор настроил, не настроил, посмотрел ли эти карты географические, да, если у кого-то, то есть, куда человек едет, какими целями, а амбиции зашкаливали очень сильно, и скорости были высокие, а восьмерочка, вот она сидит, да, ну, вот здесь стоит, на каких-то картах сидит, ну, вот три человека тоже стоит, то есть, это такая энергия более замедленная, и мы понимаем, что восьмая энергия, это энергия холодной логики, главное, чтобы все было по порядку, и, ну, вот в связи с этим, напоминаю, да, особенности еще наступившего Нового года, по этому аналогическому прогнозу, это, справедливость, правосудие, регулирование, вот три названия у нее, у этой восьмерочки, и этот год станет для всех нас в определенном смысле ехать, если мы имели какие-то серьезные долги, вот мы про карму говорим, да, кармическая энергия, то, в первую очередь, здесь речь должна идти о долгах, наверное, которые необходимо гасить, отдавать, не накапливать, а наоборот, выравнивать, долги нематериальные, то есть, вот эти вот кармические, их придется отдавать, и неприятности, если случаться в это время, то вряд ли не случайно, то есть, ну, в кармических периодах такого не бывает, случайно слово, но она может по штуу быть, да, вот когда 2, наверное, где-то у нас, вот там что-то может быть случайно, а здесь случайно, и то в кавычках, вот, когда по штуу что-то случайно произошло, то на 8-й год все проявляется почему, да, на вопрос отвечают, и наша задача избавиться от шлейфа старых проблем, очиститься, приобрести возможность подойти к черте, с которой можно жизнь начать для кого-то с нуля, в хорошем смысле этого слова, по финансам в этом году важно презво смотреть на жизнь, не допускать в денежных вопросах двусмысленности, недоговоренности, кроме того, наши расходы должны четко соизмеряться с доходами, иначе можно довести себя до больших денежных затруднений, ну, то есть тема кредитов опять, тема организации, финансовых организаций, потому что восьмерочка вообще на самом деле, энергия идеально ложится на такие профессии, вот если бы выбирать, например, да, вот молодому человеку, куда поступать, да, у него активные восьмерки, но первое, что на он приходит, это органы правосудия, это экономисты, бухгалтера, то есть все люди, которые, те люди, которые считают много, считают, рассчитывают, занимаются кропотивой, сатурнярской работой, такой, может быть, монотонной где-то, но для них это очень хорошо, они в этом преуспеют, потому что им это нравится, и, конечно, восьмерка – это год нумеролога, я бы вообще этот год назвала, вот, знаете, называют год такой-то, год такой-то, а я бы сказала, что восьмерка, 2024 год – год нумеролога, потому что восьмерка – это просто архитект нумеролога, у нас там, правда, еще двоечка есть, мы про тару нумерологию сейчас говорим, да, двойка – архитект тару нумерологии, и там тоже дама, она тоже сидит, там тоже две колонны, она тоже уравновешивает, но восьмерка от двойки отличается тем, что двойка – это тайное знание, она накапливает это знание, она не особо делится, оно у нее внутри, это природная энергия, она, это знание у нее идет через каналы различные, да, вот ясно, знание, там, видение, чувствование и так далее, через интуицию, а восьмерка – это абсолютно социальная энергия, которая отдает, она двойка накопила знания, да, и двойка, если смотреть по октавности, да, так называемые, там, восьмерки, четыре двойки, то есть вот столько знаний накоплено на этапе восьмерки, и она уже начинает объединиться в сотку, поэтому год нумеролога. Так, ну что, про финансы еще, если кредит взяли в банке, но с, не отдали своевременно, не погасили в нужном объеме, то это может, конечно, вот кармически дойти до суда, да, в событийном плане справедливость указывает на то, что важно, наконец, расставлять приоритеты, понять, что мы хотим достичь своей профессии, о том, что нужно четко прописывать, оговаривать контракты, договоренности, которые создаем в этом году, чтобы проверять все мелким частичем, шрифтом написанное, и они будут, как правило, построены на честной, адекватной основе. Ну, личная жизнь, если про нее говорить, да, и отношения с близкими, они в этом году могут стать более ровными, ответственными, ну, хотя, вот если посмотреть, опять символный ряд, да, вот, вот эта дама, она, она, конечно, с одной стороны, все уравновешивает, она строга, она холодна, но, с другой стороны, она в красном наряде и в темно-зеленом наряде, а они сами по себе говорят, по страсти, то есть, эта дама, и у нее на голове вообще корона, она из золота, из каменьев, драгоценных, да, вот, украшенная эта корона, драгоценными каменьями, то есть, дающими ей дополнительную силу, дополнительный ресурс, поэтому, страсть будет, но она будет так, все по закону, то есть, без излишек каких-либо, ну, таким образом, станет меньше проблем, связанных с выяснениями отношений, да, потому что все будет расписано, распланировано, не будет надобности разбираться, кто в семье главный, кто прав, кто виноват, могут возникнуть, некоторое охлаждение, потому что энергия холодная, ну, тех пар, которые подошли к этой черте, ну, кармической энергии вспоминаем, да, и говорится, что некоторые пары, кто, ну, уже подошел к такой черте, кармической, кто уже ссорились, накануне, да, что-то у них не складывалось, они могут расстаться в этом году, отношения, ну, деловые на работе, они, например, там, хорошо в деловое русло переходят, да, вот каждый, если были какие-то недоговоренности, все спешили, в 2020 году, то здесь они уже, люди, четко понимают, что они хотят, они уже знают своего партнера, да, и уже могут ориентироваться на все это, ну, для людей, кто без пары, можно найти, можно найти, да, встретить большую любовь, и испытывать внимание со стороны противоположного пола будут, конечно, не только свободные люди, но и внутри союзов сложившихся, это тоже проявляться будет, что касается самочувствия, здесь надо относиться к здоровью максимально беспристрастно, рассудительно, в крайнести не бросаться, и желательно вот к своей персоне быть очень внимательны, потому что если мы не понимаем, вот восьмерка – это причина следственной связи, если мы не понимаем, почему у нас сейчас случилось то-то, да, тогда мы не анализировали и не смотрели тот цикл, который был, скажем так, 9 лет назад, да, тот год, который был 9 лет назад, то есть важно проанализировать, важно весь этот цикл, прям по годам пройти посмотреть, и что касается вот методов лечения, профилактики, традиционные варианты важны, точно так же, потому что, ну, кармическая энергия, то есть мы занимаемся лечением разного рода, да, вот нетрадиционным лечением внутри, но если дело, разговор идет о карме, да, то здесь надо, не надо только уповать на что-то другое, да, надо смотреть шире. Не будет много внимания уделяться искусству, красоте, потому что это все-таки холодная энергия, такая сухая достаточно, да, официальная энергия, поэтому здесь всплеска по там издательнию фильмов, книг, музыки по этим темам может быть не так много, как обычно бывает, да, но тем не менее год несет развитие вот диагностической медицины, здесь надо тоже по поводу привычек смотреть, чтобы не было вредных привычек, и год может принести интерес к развитию спорта в массовом порядке, вот именно для оздоровления. Ну, вероятные реформы в законодательстве, амнистии какие-то, да, это тоже все, поскольку судебные дела, все сюда, те, у кого, например, кармический цикл заканчивается, да, а карма, она же как действие, да, как воздаяние дает плоды, и те, кто заслужил эти плоды, хорошие получить, они, конечно, эти плоды получат, вот, но, как правило, карма у нас вызывает обиды, потому что мы же забываем, забываем хорошее, забываем вообще, что мы там накосячили, да, вот, но в этот год обижаться нельзя, потому что важно научиться принимать, логически анализировать, находить решения, и, например, вот, за обиду в нумерологии отвечает Юпитер, вот, в своих низких таких октавах, таким образом, гневаясь, обижаясь, мы переключаем планету с высоких вибраций на низкие, запуская процесс саморазрушения, а ношение камня, например, да, поскольку я уже упоминала курс сохраняя талисман года, где камни мы изучали подробно, вот это вот ношение камня, оно переводит низкие вибрации в сторону гармонии и благости, то есть, вот, восьмой год, как индикатор болезни, например, да, указывает на нарушение равновесия вмену в организме, то есть, вот, если мы говорим про равновесие, если в сфере здоровья, смотри, да, то это внутреннее равновесие, оно сдвигается, проблемы метаболизма, витаминоза, интоксикации, заболевания печени, сюда, не стоит отметить, что печеночные заболевания, они связаны с эмоциональным состоянием гнева, гнев, в свою очередь, с проблемами правосудия, то есть, вот, мы говорим, гнев человеческий не говорит о правде божией, да, не справедливость, это не случайно, да, когда мы вот, даём анализы, да, вот эти обследования, диагнозы, заключения, госпитализации, операции, вот, очень часто попадают на кармические наши времена, ну, у кого-то период, там, да, там много можно что-то посчитать, и вот, например, возьмём, давайте, тему аллергии, потому что сезонная тема, вот, тут обнаружилось, у моих знакомых, что на холод аллергия появляется, и, наверное, у кого на что, да, у многих она есть, у кого-то, возможно, и близких она есть, и если нет выраженных таких аллергий, то бывает такое, что и скрытые есть, да, такие аллергии, такие появления, и это, ну, в чём появляется, да, например, не особенно хорошо переваривается молоко, аллергия, и так далее, и аллергия, это внутренняя жёсткость, непринятие чего-то в себе, в мире, это такая внутренняя строгость, оно прям так ложится на правосудие, на энергию, и здесь вот, чем строже воспитывают ребёнка, тем выше у него вероятность проявления аллергии, если аллергия у человека наследственная, то значит, предки передали склонность к негибкости, считается, и поработать с этим, вот в эту точку поработать, одна из ваших задач, любопытный факт, даже если у человека наследственная или неисправимая аллергия, которая до конца никогда не проходит, при работе с принятием и разрешением человек получает совсем другое качество жизни, и тогда он замечает, что перестало быть сложно избегать ситуаций, в которых аллергия возникла бы, например, там отказываться от пищи, которая её вызывает, немножко съели и нормально, немножко в следующий раз добавили побольше и вроде бы тоже нормально, а дальше, этот человек не попадает в случайные ситуации, когда невнимательно, например, прочитал состав или что-то в гостях съел, ну вот салат, какие-то сложные салаты, там всё намешано, и вот вроде бы съело нормально тоже, а дальше, человек не испытывает больше неудобств и чувства вины связанные с тем, что вот вам всё можно, да, кому-то, а я не такой, как все, ну вот это тоже обида такая внутренняя, да, появляется, а просто приходит принятие своих особенностей, мягкая адаптация этих способностей к образу жизни и к социальным взаимодействиям, то есть вывод, поработать над собой стоит, так или иначе, это точно приведет к улучшению качества жизни, а в хорошем случае к исчезновению аллергической реакции, то есть такие случаи бывали, а если обратиться к минералам, то чем они нам помогут? Давайте посмотрим. Три основных камня от аллергии, это дымчатый кварц, аквамарин и агат, дымчатый кварц выводит токсины, если сталкивались вы с аллергиями, то наверняка замечали, что после очистки организма и при подходящем вам образе жизни аллергическая реакция гораздо менее выражена и вообще пропадает. Уровень токсинов очень влияет на реакцию. Отсюда первый шаг помогает нам, это тема тела выводить токсины, вот ношение вот этого камня. Если у вас дымчатый кварц, слишком жесткий камень для вас, вот вы чувствуете, что ну как-то некомфортно на всем, то замените его, например, на прозрачный, вот там есть оттенки разных камней, в зависимости от того, на каком месторождении добыт. Дальше, аквамарин дает гибкость, внутреннюю честность. Нужно же еще признать себе в том, что я воспитан не митками, то есть вот если это отметить про себя, а не все вокруг, там скажем, глупцы, когда у человека всех и вся винить, одно другому не мешает. И если негативные эмоции, гнев, презрение, все это откинуть, если над собой поработать, аквамарин как раз-таки камень гибкости, внутреннего незастревания. Именно поэтому он продевает молодость, мы уже перестаем бурчать, вообще ворчать, и мы, наверное, этим самым, ну вот кто носит, да, аквамарин у меня вот, в госпитале тоже есть, и замечали, что с возрастом люди становятся как раз-таки вот таким мнением гибким, да, вот этот Сатурн влияет, эта восьмерочка на всех. И вот как раз-таки аллергии тоже развиваются у многих в пожилом возрасте. И тут есть связь абсолютная, да, а как раз аквамарином помогает сохранить молодость и пустелы ума и психики. Ну и третий камень, который назову, это агат, и он камень адаптации. Помогает перестать противопоставлять к миру, а наоборот человек начинает вписываться, перестает травмироваться о своё устройство, да, вот, и обустройство, ну, в кавычках, других людей, об то, что мы друг от друга отличаемся. И всё вполне совместимо в одной вселенной. Мы это просто начнём замечать, что мы можем сосуществовать, да, и мы не мешаем друг другу. Бог любит всех, каждый из нас любимое дитя Бога. Ну, вот как раз на этом курсе мы разбирали влияние энергии камней по всем аспектам жизни, и как вот при помощи этой сакральной геометрии, кристаллов гармонизировать и наше внутреннее состояние, привлечь в свою жизнь от обилия реализации исполнения желаний. Ну, сакральной геометрии, да, вот там форма кристалла самого, да, он как раз идеальный, ну, если вот он ещё так огранён, да, например, там, какой-нибудь алмаз или любой абсолютный камень, который огранили, и это ключ гармонии к пониманию Вселенной, да, вот когда все обнонаправленные грани, ровные, и заходя в сакральное творчество, можно поработать и проработать любой запрос в любую сферу жизни, усилив намерение энергетическими практиками. То, что мы делали как раз, да, получали посвящение в рейке, три ступени, мастерская, третья. Мы исследовали, как использование этой сакральной геометрии и понимание этих элементов позволяет нам гармонизировать наше внутреннее состояние, привлекать в свою жизнь желаемое. И как применять эту сакральную геометрию, это рисунки, да, так называемый цветок жизни и так далее, для гармонизации четырёх стихий в своей жизни. Узнали, как создавать это сакрально-геометрические картины, то есть как выставлять, вообще выкладывать камнями эту картину, кристаллами, вот этими, да, как лепестки, ну там их несколько было у нас, картинок этих, для влияния на реальность, каждая картинка под свою задачу. Мы учились использовать нарисованные вот эти вот сакральные символы для ускорения, воплощения своих желаний. И я могу сказать, что курс работает в записи, так что если у кого-то есть желание, вы можете присоединиться тоже, да, пройти в записи. Ну и сейчас я скажу тогда по годам. Тот самый экзаменационный билетик, да, про который я говорила, что же мы в конце этого 2024 года выкинем, какая, к чему мы должны прийти, что мы должны сдать, как мы должны прожить этот год, чтобы этот, взяв вот этот билетик, мы пришли к состоянию баланса по этой энергии, чтобы мы не ушли в минус. Поэтому я сейчас зачитаю для людей, рожденных в 1949, 58, 67, 76, 85, 94 году вот этот билетик будет под архетипом 9-го аркана отшельника. И вас ждет, вот, когда надо больше усилий приложить для учебы, удобнее, если она будет удаленная даже, девятый аркан отшельник, он не особо любит социум, ему хорошо дома вот так по интернету заниматься. Это время осознания себя, лучше больше быть на природе, в уединении, не стремиться к социальной активности, чтобы не подорвать здоровье. Посветить это время изучению наук серьезной деятельности, подведению каких-то итогов. Больших доходов ждать не приходится, только если они не официальны. В отношениях больше прохлады, если они есть, если их нет, то вероятность появиться, может быть, если это будет только какой-то тайный роман. Но мы говорим про экзамен, а там же у нас есть, например, тоже куры записи по мандали года, там позиций много, энергии много, и вообще две методики на самом деле там, да, по-другому еще можно посчитать, и там свои энергии, и этот весь винегрет, это все действо энергетическое, оно все влияет, но в итоге это все варево, которое варится энергетически на этот год для нас, для каждого из нас, в итоге придет вот к этому экзамену, про который я говорю. Для рожденных в 1959, 68, 77, 86, 95, 2000 годов 50 аркан колесо Портуны, тоже кармическая энергия. Вот смотрите, накладывается, вот кому важнее, когда внутри кармической общей погоды и восьмого аркана для всех, выпадает билетик под тоже кармической энергии. Десятый аркан, ну правда считается, что это энергия заплюсованной кармы, это энергия цикличности, повторяемости событий, повторяемости просто в чем, да, то есть, что было у вас 9 лет назад. Значит, вас ждут серьезные изменения, возможно, расширение горизонтов, путешествия, социальная активность, скорее всего, везение, но есть вероятность лететь с Олимпа, да, потому что экзамен, да, кто-то ведь на троечке сдает экзамен, а кто-то вообще не учится эти билеты, не учат эти уроки в школе и приходят, вытягивают билетик, который вообще даже не знают. Поэтому тоже смотрите, куда вы забрались, вверх или вниз, помните, что мир может повернуться, и те, кто был внизу, могут оказаться наверху, пусть и временно, да, и наоборот, год яркий, лучше самим идти вперед, значит, делать, менять свою жизнь, быть в потоке, ловить этот поток, и десяточка – это, конечно, денежная энергия, да, то есть все, что касается денег, особенно внутри социума, будет вас так или иначе занимать. Дальше, рожденные в 69-м, 78-м, 87-м, 96-м, 2001-м, 2010-м году, для вас энергия архитект силы 11 аркан. И важны в период, когда вам придется увеличивать давление для достижения своих целей, иначе вы станете подвергаться давлению сами. Займите споры, там это принесет хорошие результаты. Вот, когда вы сможете проявить и показать себя, важно не переусердствовать в проявлении грубости, постараться решать все мирным путем, год несет увеличение энергии и повышение сексуальности. Рожденные в 1979-м, 88-м, 97-м, 2002-м, 2011-м, 2020-м идут на экзамен с энергией архитипом 12 аркана повешенных. Вас ждет год немножко странный такой, знаете, повешенный, он же все смотрит наоборот, то есть он висит вниз головой и мир у него буквально с ног на голову перевернут. И в чем-то он расслабленный, он никуда не торопится, у него ножка привязана, его так далеко-то и не убежишь, да? Очень сложно собраться, четко увидеть цели и задачи. Это прекрасное время для творчества путешествий. Путешествий, ну, может быть, не такие далекие, да, если там 21 аркана где-то внутри, матовый метод. очень важно внимательно следить за здоровьем. Если поставили диагноз, то обязательно проверьте, есть этот диагноз у нескольких специалистов, чтобы правильность была в постановке. И желательно быть на той же самой работе в этом году, ну, пусть и в надежде, но лучше, да, подбирать варианты. Аккуратно читайте деньги, потому что повешенный висит у него карманы вниз по центру тяжести, да, это нашему закону притяжения, могут вывалиться из карманов. Если ваш бизнес не связан со СМИ, музыкой, литературой, путешествиями или медициной, то подъема ждать не приходится, потому что вот эти темы, они вообще вне времени и вне пространства. Это абсолютно темы, которые впереди планеты всей, что называется, по вибрациям, по герцам и так далее, и так далее, да. Так, рожденные 2000, то есть 1989, 98, 2003, 2012 год, вот для вас энергия этого года идет с энергией архетипа 13-го аркана трансформации. Тоже непростой год. Вот мы соединяем опять эту восьмерку общую, общую погоду и ваш экзамен, вы должны преобразоваться в конце года так себя трансформировать, чтобы не вас трансформировали, а вы изменились, да, от вас год кармически ждет изменений внутренних. 13-я энергия. Значит, год непростой, возможно, жизнь претерпит изменения, будьте готовы к ним, будьте готовы к неожиданностям и лучший вариант, как я уже сказала, меняться самим, что приведет к просто гармонизации вот таких вот всех изменений, да, сложности, которые могут быть. И если есть ситуация с работой, перед тесными отношениями, которую пора закончить, то время настало, но тоже надо семь раз отмерить, да, так или иначе. И, конечно, трансформация это такая энергия, ну, финансы в том числе, надо сказать, да, но аккуратно все. Рожденные в 1999 году, в 2004, в 2013, для вас энергия 14-го аркана, искусство, умеренность, равновесие, год спокойный, займитесь здоровым питанием, больше бывайте на природе, избегайте больших трат, финансовая ситуация позволяет жить спокойно, но без заслужков, в отношениях ровно, в работе спокойно, нет смысла начинать что-то новое, постарайтесь найти гармоничные стороны в том, что вы уже имеете. Рожденные на 2005, на 2014, 15-й аркан, дьявол, название архетипа, год сильных страстей, ярких впечатлений, острых ситуаций, позвольте себе удовольствия, но вас будут, конечно, провоцировать дьявол, всегда провоцируют, смотрите, чтобы вами не манипулировали, сил у вас достаточно, главное помнить, что ваше недоброе, напоминаю про восьмой аркан общего погода, на год, позднее может вернуться к вам от других, финансовая ситуация очень хорошая, 15-й аркан самый денежный из всех существующих, а это десяточка, это троечка, это четверочка, поэтому постарайтесь не вестись на сладко-речевое обещание, потому что обман тоже ходит вокруг, да, по 15-му, вот он рядышком, это прям тень такая. Дальше, рожденные в 2006-2015 годах ваши грандиционный билетик с энергией 16-го аркана, и здесь непростой период жизни может привести к перемене мест жительства, это стройка, это ремонт, будьте аккуратны с активными видами спорта, изменения могут коснуться места, где бахтина реализовались до этого, могут или открыться новые обстоятельства, которые помешают гармоничному течению ситуаций, или вам придется с трудом осваивать новое пространство, в отношениях возможны неожиданные повороты, в делах лучше не планировать новых начинаний, но предупрежденно называется «Вооружен», да, и рекомендуется делать упаи по Сатурну, обязательно. Дальше, рожденные в 2007-м году, в 2016-м году для вас архетип 17-го аркана «Звезда», вот когда у вас расширяются горизонты, вы популярны активной обаятелью больше обычного, это хорошее время для дальних поездок, занятий творчеством, расширения круга знакомства, строения далеких планов, учебы, вас преследует визение, творческий подъем, имеет смысл планировать будущее, начинать реализовывать что-то великое, что потом будет нести процветание, возможно, вы наконец доберетесь до реализации давно планированного хобби. Далее, рожденные в 2008-2017 году, для вас 18-й аркан, луна, год, когда вы больше обычного, чувствительного, важный дом, семья, это хорошее время заняться хозяйством, время, когда нет смысла делать выбор, решать что-то, будьте ближе к любящей маме, бабушке, если это возможно, или вы сами мама, или бабушка, тогда к внукам, к деткам своим, поездки тоже благоприятнее семейного плана. Смотрите, завеса, потому что луна, она когда, вот, очень, очень чувствительна к этим циклам, да, особенно женщины, полнолуние, новолуние, и вот на полнолуние там хочется кушать, холодильник, вечером хлоп-хлоп у некоторых, да, вот, поэтому тоже смотреть надо, и почаще гулять, лучше гулять, да, вот под луной, да, с семьей вышли на вечернюю прогулку, и зарядка, свежий воздух, и, собственно, потом хороший сон. Дальше, рожденный в 2009-2018 году, 19-й энергии солнца, вот яркий, интересно, запоминающийся, у вас больше сил, лучше здоровья, имеет смысл планировать на это время что-то значительное, детей важную работу, продвижение, расширение, финансовые возможности лучше обычного, обязательно вспоминайте об обеихе и творчестве. Рожденный в 2010-2019 году, 11-й орган, вас ждет время, когда лучше всего вспомнить о родственниках, о семье, о корнях, решить все вопросы с имуществом, это время подведения каких-то итогов, ближения, объединения вашего рода. Возможно, стоит съездить давно откладываемые поездки по местам силы, по местам, ну, место силы, оно, знаете, есть общее, и для каждого место силы это то место, где мы родились, это по определению. Поэтому, где мы жили, да, вот какой-то период времени, детства и восстановить вот эти вот потерянные родственные связи, это все тоже очень хорошо, все еще так подходит. Дальше, рожденные в 1940-м году, да, тут 22-й орган, и это про то, что для вас важно новое начало, что-то яркое, необычное, войдет в вашу жизнь войдет в вашу жизнь, и что позволит много начать заново, будь то новая специальность, новая работа, новый бизнес, появление в семье малыша, пробуйте заняться творчеством, сейчас у вас для этого прекрасная возможность, и для кого-то имеет смысл начать все отчество листа. Так, рожденные 1941-50 год, для вас год, когда вас могут заинтересовать новые знания, придется осваивать непривычные возможности, но в ваших силах решить многое, вы сейчас можете сами решить большую часть вопросов, нет смысла надеяться на поддержку, время личных успехов, для людей, кто рожден в 1942-1951 и 1960 годах, год интересный, ресурсы есть, но нужно не очень активно действовать вовне, больше думать, останавливаться, изучать, это время гармонии с природой, окружающими, возможно расширение образования, активнее, интерес к азотерике, может быть вы займетесь больше обычными растениями, животными, дачи, природой, хороший период, чтобы начать работу над здоровьем, с помощью природных элементов, травы, настои, минералы, специальное дыхание, морожевание, ну с морожеванием тоже тут аккуратно, потому что это, ну не всем подходит, рожденные в 43, 52, 61, 70 годах, вас ждет гармоничный, яркий, плодородный период, вы обаятельны, красивы, больше обычного, возможно вас ожидать, любовь, заработок в этом году очень неплохой, сил достаточно, можно совершать серьезные покупки, можно начинать новые проекты, заняться красотой творчеством, возможно пришло время активно заниматься своей красотой, домом, и для кого-то вдохнуть новую жизнь в отношении, да, все-таки 8-й ркан, правосудие, мы об этом уже говорили сегодня, так, кто тут еще у меня остался, 44 год, 53, 62, 71, 70, имеется смысл заняться серьезными делами, потому что получится хорошо, время действия, решения ответственности, и если вы прекрасная дама, то в вашу жизнь может стать мужчиной авторитетной, сильной, или попадаете в мужской коллектив, время строить карьеру или дом, обозначить свою территорию, дальше, рожденные в 45, 54, 53, 72, 81, 90, в вашу жизнь войдет иерархия, и здесь, может быть, что-то из религий вас заинтересует, это год сдержанности, покровительства, рамок, обязательств, хорошее время для учебы, службы, карьеры, рожденные, в 47, 56, 65, 74, 83, 92, вожжут поездки, хорошо бы вспомнить о карьере, есть возможность решить транспортные вопросы, если кто-то планирует покупку машины, хорошо, сюда, да, год движения холодного расчета, цель устремленности изменений, активной жизненной позиции, и люди, рожденные в 39, 48, 57, 56, 75, 84, 93, здесь для вас настаёт приемно, когда имеет смысл решить юридические вопросы, возможно, что-то из сферы законности напомнит о себе, могут быть проверки, решение официальных вопросов в связи с работой, да, и нужно обязательно всё официально прописывать, все договорные обязательства сторон. Так, ну, вроде бы я назвала всё, ну, и в заключение хочу сказать, впереди у нас 352 новых дня года, желаю, чтобы каждый из них был по-своему особенным, пусть в новом году будет у каждого из нас 352 возможности, 352 чудо, прекрасных чудо, 352 исполнившихся желания, больших и маленьких, 352 повода для радости, и до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok